Здравствуйте, снова с вами я, Фёдор Трусов. Сегодня мы поговорим о нашем новом фильме расследования журналистом редакции «Момент истины» Евгением Гнешевым. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Фёдор. Наш новый фильм расследования посвящен нарушениям при расследовании преступлений, связанных с наркотиками. Так буквально недавно министр МВД Колокольцев извинялся по делу Ивана Голунова. Решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД Западного административного округа города Москвы генерала Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД по городу Москве генерала Девяткина. Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены. Никто не будет спорить, что наркотик – это большая проблема. Но то, что творится вокруг расследования уголовных дел, связанных с наркотиками, это просто поражает, поражает своей циничностью. Так ведь кто-то скажет, что наркомания – такое зло, что неизбежные жертвы – это всего лишь средства для достижения какой-то идеальной цели. Главная проблема – это экспертиза. То есть, как проводится исследование вещества, по мнению следствия, которое является наркотиком. Если говорить конкретно, то я хочу сказать о методах в экспертизе, которые делали в Пермской государственной фармацевтической академии. Они разработали некий методический подход, который они сказали, мы его применяем, потому что он замечательный, хороший, и у нас такие возможности. Потому что нам докажут. Да, нам докажут. Так вот, эта методика методикой не является, и такой подход использовать для доказывания аналогов нельзя. Экспертное сообщество этого Пермской фарма-академии, сотрудники полиции данных регионов, они всего лишь хотели навести порядок. Конечно же, продажа, распространение наркотиков – это очень серьезное преступление. За это нужно сажать. С этим, я думаю, никто спорить не будет. Но, пожалуйста, сажайте тех, кто действительно распространяет. А не берите первого попавшегося, подбрасывайте ему наркотики, ляпайте быстро экспертизу и отправляйте на нары. Ну, куда это годится? Дело Вячеслава Пирогова. Разве что-то здесь не так? Разве человек, причастный к сбыту наркотиков, не получил то, что заслуживает? Что это было за вещество, которое нашли у него в машине 4,8 грамма? Причем нашли, вытащив его, избив его при задержании, открыли машину, начали сразу бить, вытащили. Семь человек ждали в машине сзади него. И, значит, то, что у него нашли 4,8 грамма. Если посмотреть на обстоятельства появления этого уголовного дела, они наводят на определенные мысли. Смотрите, молодого человека задерживают в машине. Да, при нем находят некое вещество, неопределенное, которое, кстати, забегая вперед, до сих пор еще не определено, что такое было. Его сопровождают в отделении полиции, там составляют протокол и спокойно отпускают. А через 17 дней появляется 9 пакетиков. И они... Там же материал уголовного дела. Да, и они называются следствием. Уже есть заключение эксперта, что это аналог наркотиков. Это вот эта Пермская фармакадемия. Да. Показательно, что, как я понимаю, после визита нашей редакции в Пермскую область прокуратура отменила отказ в возбуждении уголовного дела в отношении экспертов данного фармакадемического центра и указал провести повторную процессуальную проверку. Сейчас идет проверка. Чем она закончится, мы не знаем, но мы очень надеемся, что все-таки уголовное дело возбудится. Очень жаль, что суд отказал в допросе специалиста, потому что он бы ускорил бы объективность расследования этого дела, которое сейчас не хочет расследовать отдел полиции города Перми. Мы считаем, что скоро справедливость все равно восторжествует, и объективная проверка приведет к возбуждению уголовного дела, потому что для этого есть все доказательства. Вы знаете, нам не так важно, что получат эксперты. Они свое, конечно, должны получить, но мне кажется, самым важным тут должно, что все эти приговоры, все эти люди, которые уехали по вот этим экспертизам на очень длительные сроки, должны выйти на свободу. Пусть будет новое следствие. Пусть проведут проверку. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Почему сейчас действующая правопримительная практика выгодна органам следствия и госнаркоконтроля? Потому что им выгодно. Расследование уголовных дел с них никто не снимал, и чем больше раскрыто будет уголовных дел и новых способов раскрытия, тем лучше. То есть это плюс, это палки раз. Во-вторых, это, во-первых, показывание значимости собственной структуры два. Бюджетные деньги. Бюджетные деньги. Освоение совершенно правильно. Ну и, собственно говоря, вот такая группа экспертов, на мой взгляд, это, в общем-то, были карманные эксперты, которые реально рисовали результаты, которые выгодны в ФСК. Евгений, что редакция планирует делать по данному делу? Редакция будет продолжать свое расследование по этому делу. Редакция пристально внимания уделит той проверке, которая сейчас проводится в отношении работников этой фармакадемии. И самое главное, это, конечно же... Послушать основания для пересмотра других приговоров по отношению с обстоятельствами? Да. Да. Чтобы были пересмотрены все уголовные дела. В том числе Версич Лава Перегова? Да. Редакция «Момент истины» продолжит наблюдать за данным делом. Съемочные группы редакции «Момент истины» продолжат свои командировки в Пермской области. Мы добьемся от руководства Следственного комитета и МВД Пермской области ответов, почему на территории Пермской области так называемые эксперты Пермской фармакадемии рисовали экспертные заключения, на основании которых тысячи людей были осуждены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok